Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Самый масштабный кризис. Мировые лидеры обсудили ситуацию в Казахстане. Надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. На чем акцентировал внимание Александр Лукашенко. Опасный друг, житель Могилевской области, выманивал интимные фото девочек в соцсетях. В последнее время возросли угрозы, связанные с сексуальным насилием над детьми. На что стоит обращать внимание родителям? Своя маленькая вселенная жительницы Бобруйска вручили орден матери. Мальчишки шустрые, веселые, озорные, поэтому глаз да глаз. Каково это воспитывать пять сыновей? А также общественная приемная, квартирный вопрос и транспортный налог. Авансовый платеж внесли 98,5% автомобилистов. Что еще ждет белорусов в этом году? Мировая повестка. Президент принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции. На связи Минск, Москва, Бишкек, Душанбе, Ереван и Нурсултан. Лидеры обсудили ситуацию в Казахстане. О том, что нужно сделать на перспективу, какую и кому стоит провести работу над ошибками, подробно говорил Александр Лукашенко. За аналогиями далеко ходить не надо. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден. Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве и прав президента Казахстана. Пройдет немного времени. Имена, фамилии, адреса, пароли, явки будут названы. Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутреннее. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Казахстан за несколько дней пережил самый масштабный кризис за всю 30-летнюю историю своей независимости. Эти события стали переломным этапом в развитии ОДКБ. Страны откликнулись на обращение о помощи, были готовы общаться и днем, и ночью. Цена невинности. Задержан житель Могилевской области, которого выманивал интимные снимки детей. 33-летний мужчина создавал фейковые страницы, знакомился в соцсетях с девочками от 8 до 10 лет, входил в доверительные отношения. Затем просил у них фото или видео и распространял в интернете. Уважаемые родители, в последнее время возросли угрозы, связанные с сексуальным насилием над детьми. Зачастую такого рода преступления начинаются в интернете, в связи с чем призываю вас обратить пристальное внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают ваши дети, с кем ведут переписку в социальных сетях и мессенджерах. Правоохранители продолжают устанавливать пострадавших. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Безграничная любовь. Многодетной маме из Бобруйска вручили орден матери. Татьяна Подолька воспитывает пять сыновей. В скором времени семейство построит еще одну квартиру с господдержкой. О жизни среди подрастающих мужчин Карина Гуревич. Татьяна Подолька считает себя самой счастливой мамой на свете. В ее большой семье пятеро детей. Проводить время вместе – обязательная часть дня. Пока младший спит дома под присмотром старшего, остальные гуляют на улице. Снегу малыши всегда радуются, как в первый раз. Без санок и ледянок никуда. Старшие берут младших и помогают. Друг друга катают из горки, а я уже как сторож. Стою, слежу, чтобы никто не пострадал. Мальчишки шустрые, веселые, озорные, поэтому глаз да глаз. В канун Нового года горожанка получила необычный подарок – орден матери. Награда, признается, женщина приятная. Однако куда ценнее видеть счастливые лица детей и по ночам им поправлять одеялко. Ой, моя соненька. Самому младшему, Богдану, год и семь. Он – мамина радость. Ване – четыре. Но, несмотря на возраст, характер у малыша боевой. Кажется, даже кот живет по его правилам. А еще при первой возможности мальчик бежит к шведской стенке. Растет настоящим спортсменом. Давай я тебе помогу на колечках. Нет. Помогу сам. Он может сам, он самостоятельный. Андрею – 10. Он учится в музыкальной школе и рисует. Старшему Владу – 13. Его большая страсть в футбол. Подросток хочет стать профессиональным спортсменом. 18-летний Дима – мамина поддержка. Всегда готов посидеть с малышами, помочь с уборкой. При этом у парня есть время на все, что он любит. Дима живет музыкой. Мечтает о собственной студии звукозаписи. Мама, конечно, во всем поддерживает сына. Она уверена, каждого ее мальчика ждет большое будущее. Мое мнение для них важно. Во всем полагаются где-то и спрашивают, и советуются, и прислушиваются к моим советам. Стараюсь в их конфликты не влазить поменьше. Стараюсь приучать к самостоятельности где-то, к ответственности. Всех сыновей хрупкая женщина воспитывает одна и гордится своей важной ролью в их жизни. Такой труд ценит и государство. Поддерживает во всем. В 2011-м семейство получило жилье. В скором времени подолька вручат ключи от еще одной новенькой квартиры. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Массовая вакцинация, ценовой ориентир и соответствующая маркировка. На некоторых товарах легкой промышленности появятся специальные знаки. Зачем? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Более 4000 откликов поступило от белорусов по изменениям и дополнениям в Конституцию. Все предложения ежедневно анализирует Центр правовой информации. Чаще всего жители интересуются статьями, которые связаны с социальной политикой государства. Референдум может состояться во второй половине февраля. При строительстве нового жилья государство продолжит использовать в качестве ценового ориентира размер средней зарплаты в экономике. К ней будет привязана стоимость одного квадратного метра, возводимого с господдержкой для нуждающихся очередников. В ноябре 2021-го это были 1476 рублей. В Беларуси от COVID-19 перевелись более 50% жителей. Полный курс иммунизации прошли порядка 40%. На выбор предлагают четыре препарата. Также в стране вакцинируют подростков в возрасте 12-17 лет. Одну дозу вироцелла получили уже свыше 4000 мальчиков и девочек. Авансовый платеж внесли 98,5% автомобилистов. В этом году начал работать обновленный налоговый кодекс. Владельцам машин нужно будет заплатить транспортный налог. Их, согласно информационным базам, 2 миллиона 200 тысяч. В 2021-м извещении получили 1 миллион 300 тысяч водителей. С марта вводится маркировка на некоторые товары легкой промышленности. Каждый потребитель сможет самостоятельно сопоставить сведения, указанные, например, на пальто или куртке, с теми, которые содержатся в информационной системе. Все это направлено на обеспечение качества и безопасности продукции. Шанс на жизнь в учреждениях здравоохранения Могилевской области проходит акция «Рождественские дни без абортов». В этот период не будут проводиться искусственные прерывания беременности на сроки до 12 недель по желанию женщины. Инициатором выступает Бобруйский центр поддержки семьи и материнства «Покрова». Только за 2021-й удалось сохранить 56 жизней. Всего же от абортов спасен 671 малыш. Движение продлится до 20 января. Снежный десант. Волонтеры Союза молодежи готовы прийти на помощь. Во всех комитетах БРСМ работают горячие линии. Активисты могут почистить снег или, например, сходить за продуктами. Ольга Васинда о том, кому доступна услуга. Анне Климчик, 71. Уже четвертый год после смерти мужа пенсионерка живет одна. По будням ее навещает соцработник. Во всем помогает по дому. По выходным приезжают дочь и внуки. А во время обильных снегопадов плечо подставляет Союз молодежи. Конечно, это важно для каждого пожилого человека. Важно, чтобы и семья нормально относилась. Нас государство не обижает пожилых людей, кто обращается. Вы, я знаю, такие, что не хотите обращаться, а соседей дергают. Волонтеры БРСМ приходят по указанному адресу в назначенное время. Собой, если нужно, ребята приносят инвентарь. Количество помощников зависит от объема работы. Как правило, в команде от двух до восьми человек. Взамен ничего, кроме человеческого спасибо. Снежный десант приходит на помощь к ветеранам войны, одинокопроживающим, инвалидам и другим нуждающимся. Уборка территории поддержка не ограничится. Молодые люди готовы наколоть дров, подпилить ветки, принести воду, а еще купить лекарства или продукты. Ребята с разных колледжей, сотрудничают с нами, всегда проявляют инициативу, никогда не отказывают. Я думаю, что это очень важно. Все-таки это и для них опыт, это и, можно сказать, связь поколений. Так что мы стараемся работать в этом направлении активно. Во всех комитетах Союза молодежи работает горячая линия. Заявку на оказание услуг можно оставить по номерам телефонов, которые вы видите на экранах. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok